Всем доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! У нас сегодня среда, середина недели. Мы сейчас собираемся готовить завтрак и поедем с Мирончиком в садик. Мирон нарезает манго, а я поставила варить картошку. Тут у меня нут варит и здесь обжариваю тофу. И вот такой у нас завтрак получился. Обжаренный тофу, помидоры, огурцы, квашеная капуста красная, нут и картошка. Мирона завтрак с собой, отварной нут, морковка, яблоко, огурец, картошка, жареный тофу, печеньки и кусочек круассана. Печеньки положила две, чтобы одну Владу, одну Мирону. Я жду Мирона, чтобы выходить, а он там человечка лепит. Покажи я, Рончик, своего человечка. Со шляпой даже. Классно. Ты его что, в садик с собой возьмешь? Да. Опять мы поздно вышли без двадцати. Надеюсь, мы успеем на велике домчать. Сегодня у нас уже шесть градусов. Температура становится все ниже и ниже. Ощущается зима скоро. Я уже несколько дней жду, когда у меня будет три тысячи подписчиков на канале. И у меня сейчас такое ощущение, что как будто бы я жду, что у меня родится ребенок. Потому что вчера это не произошло. Позавчера это не произошло. Я думаю, может быть, сегодня. Такие ощущения. Как будто бы я в ожидании своего долгожданного ребенка. Мы успели без двух минут. Мирончик в садике. Что-то он второй день. Вообще даже по пути не разговаривает, молчит. У него тоже какой-то режим энергосбережения включился. На обед у нас будут вареники с картошкой. Картошка. Рядом я обжариваю лук. Все, картошка сварилась. Лук у меня тоже поджарился. Он уже даже остыл. Сейчас забрасываю лук в картошку. Ничего больше не добавляю. Просто мну толкушкой. Все, начинка готова. Остынет и будем лепить. Кстати, тыквенный хлеб я успела уже испечь. Мы уже раскатали тесто. Витя пришел, мой помощник. Он хоть и больной, но сказал, будет лепить со мной. Пока еще руку не набили. Первые у нас немножко корявенькие. Отправляем в морозилку. Все, мы налепили. У нас получилось много прям вареников. Что-то уже поместилось в морозилку, что-то нет. Мы сейчас поедем за Мироном и будем все вместе варить и кушать. Мирон вчера попросил приготовить вареники. Так что без него он нам не позволяет совесть кушать. Сейчас 20 минут второго. Садик у нас до полтретьего. Мы его пораньше заберем. Сейчас по пути еще заедем в Акценту. Возьмем веганское масло. Масло у меня. И взяла что-то типа сметаны, сыр сливочный на овсяном молоке. Я приехала в садик за Мирончиком. Есть одна вкусняшка для тебя? Вот тут. В мешочке. Эту хотел? Поехали быстрее домой. Мы там с папой вареники налепили. Представляешь? Будем кушать. Ну я, давай, мам, пойдем. Пойдем поедать. У нас водичка закипела. Будем забрасывать наши вареники. Наши вареники готовы. Они такие с тонким тестом получились. Надеюсь, что вкусные. Домашние, красивые. Я немножко кетчупа, немножко сметанки добавила. Так вкусно, так редко получается их налепить, потому что долго. Но вот именно домашние, это просто нереально. Такой вареник. Понравилось тебе? Ура! Я рада, что ты хоть чуть-чуть покушал. Вау, пять ложек. А вот эти вареники, это то, что ты хотел? Угу. Вкусно? У нас с Мирончиком творческий вечер. Мы рисуем. Я нарисовала цветочки, а Мирон закрашивает лепестки. Мы принесли еще пластилин полепим. И вот эти книжки Мирон любит. А у меня как будто вот такое. Знаешь, что такие? Как будто конфетки, да, Мирон? Выглядят разноцветные. Какие-нибудь конец. Сама-ти. Когда мушками ходили семьями. А, ты вспомнил, как в осенье ходили? Как они конфетки. Классно. На улитку похожи, да? Да. Закоматым, закоматым. Такое я люблю. Еще мои любимые такое. Это горячка конфета. Вот это вот такое просто. Видите, это такой мешок для конфет. Видите, шарелетка такая. Ну, это сердечка. Пакет сердечка. Да, конфет. Видите, как? И пончики тоже. Видите, мы? А мы все вали. Сейчас будем эти книжки рисовать. Календарь у нас. И вот мы, 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 мы вот эти книжки завали когда-нибудь сами. И вот пицца, она. И еще она пицца, которую маме подарили. И вот наши конфеты. А вот это просто пистелин. Вот это наши вся конфетки. Ну, мы еще будем сидеть, писать книжки эти. А, ну, я один мама. Ну, видите, как? Ты какую выбираешь, Мирончик? Я выбираю вот эту. А я тогда... Видите, мы выбираем. А мы, я тогда эту выбираю. Видите. Мы еще писать и рисуем. Мирончик, что ты рисуешь, сынок? Смотри, пузырьки. Бил, 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 бил. Такие пружинки. Ага. Доброе утро. У нас сегодня завтрак. Овсяная кашка, чай, травяной мед и блинчики. Мирончик завтракает. И Мирона завтрак с собой. Блинчики, банан, яблоко, грецкий орех и сушеный абрикос. Погодка сегодня нелетная. Но мы уже с Мироном настроились. Поедем на велике. Это всегда так сначала выглядит все не очень хорошо. А потом, когда едешь, привыкаешь. Мы сегодня в гараже садимся, потому что такой дождь, чтобы не намочил сиденье. Готов, Мирон? Да. Я думала, что дождь это не проблема, но я не учла тот факт, что ветер в лицо. Холодно. Ну что, мы все равно доберемся. Обратной дороги уже нет. Мы приехали. И вроде бы даже дождик стал меньше. Но мы бокрые. Все, Мирон в садике, я поехала домой. Я решила немножко пешком пройтись через парк, потому что иначе пришлось бы в горку ехать. А я уже, мне кажется, достаточно разогрелась. Хочется немножко остыть. У меня же сегодня еще немецкий. Сейчас я переоденусь в сухое и пойду. Дождь так и не закончился. Я так надеялась. Все, я вышла. Пойду на немецкий. Сегодня, кстати, будет другой учитель. Тот, к которому я изначально хотела попасть. Потому что наш учитель в отпуске. По-моему, на 10 дней он уехал на Северное море отдыхать. Ну что, я пришла. Здесь мы занимаемся. Все, я отучилась. И вы знаете, было сегодня так классно, душевно. Там девчонки из Турции всякие вкусняшки пекут, приносят с собой. Атмосфера у них прикольная. И, кстати, они уже говорят про Рождество. Все группы соберутся, принесут какие-нибудь вкусняшки. Будем пить чай и все вместе общаться. Сегодня мы обсуждали еду. Каждый рассказал свой национальный какой-то специалитет. Свою еду национальную. Но они так ждали от меня какую-нибудь русскую национальную еду. Я сказала, что у нас растительный рацион. И рассказала, как печь овсяный пирог. Но это тоже подошло. Угадайте, что это за цифра? Мы с Мирончиком рисовали для вас. Ура! Мы это сделали! 3000! Настало 3000 человек на канале. С чем я вас от души поздравляю. Заветная цифра достигнута. И я хочу вас всех за это поблагодарить. За то, что вы верили в меня, за то, что вы помогали мне, за то, что вы смотрели. Благодаря вашим просмотрам YouTube показывал мои видео для других пользователей. Так что вы все вместе это сделали. Какой-то рубеж пройден, мы выросли. Мы теперь не такие уж и маленькие. 3000... Аааа! 3000! Это огромная цифра! Мой муж, моя поддержка. Он мне во всем всегда помогает. Если честно, я даже и 100 не могу представить. А тут 3000! Так будет более празднично. Наша география огромная. И так здорово, что нас смотрят с разных стран. В некоторых из них я ни разу не была. И это просто удивительно. И что-то невероятное. Если честно, я до конца еще не могу это осознать. Но я безумно вам за это благодарна. Вы самые лучшие люди на свете. Добро пожаловать тем, кто присоединился в нашу небольшую, но очень уютную компанию. Спасибо огромное вам за поддержку. Многие говорили, что Марьяна, уже скоро 3000. Уже даже некоторые меня поздравили с 3000. И одна моя зрительница, по-моему, ее зовут Наташа, она написала, что Марьяна, 8 ноября у тебя будет 3000 человек на канале. Так и случилось. 8 ноября мы увидели эту заветную цифру. Хотя 8 ноября еще утром я в это не верила, потому что несколько дней вообще ничего не происходило. Было абсолютное затишье. Не хватало буквально двух человек. Это не происходило. И я ждала, как будто бы своего долгожданного ребенка. И я думала, когда же наступит этот день родов. 8 ноября утром я еще ни о чем не подозревала, не думала, что это случится именно сегодня. Но уже вечером это произошло. Это видео выйдет еще только завтра. Но некоторые из вас меня уже поздравили, написали. Марьяна, наконец-то. Поздравляю с заветной цифрой. И мне так приятно, что вы обо мне думаете, что вы меня поддерживаете. Это действительно для меня очень ценно. В общем, вчера вечером родился мой ребенок. Надеюсь, что он у меня будет не единственный. Что мы с вами также отметим еще и 4000, и 5000, и 6000 и так далее. Будем знакомы, будем двигаться дальше, будем поддерживать друг друга и будем полезны друг другу. Спасибо вам большое от всей души. Я вас очень люблю и за все благодарю. Вы устроили мне сегодня настоящий праздник. Мне так хочется с вами поделиться. Для меня вы самые лучшие люди на свете. Спасибо, что верите в меня. Спасибо, что смотрите. Так что дальше будем вместе расти и двигаться к новым историям. Обнимаю вас каждого. Очень люблю, ценю и благодарю. Дедушка почувствовал нашу атмосферу праздника, сосед, и принес Мирончику подарок. Завтра день Святого Мартина. Он говорит, нас дома не будет, вот мы ему оставляем подарок. Нет, надо на фоне 3000 еще снимать. Все, мы поехали за нашим ребенком. Как раз уже время подошло, 2 часа. Заберем его. Знаете, я сейчас еду, и мне пришла такая мысль в голову. Никто в меня не верил. Я сама в себя не верила, когда я начинала. И вот сейчас уже 3000. Это ли не чудо? У нас даже выглянуло солнышко, потому что мое настроение сейчас тоже такое же солнечное. Мы забрали наш фонарик, сделали рыбку вот такую. В понедельник будет праздник, и сказали, сейчас уже забрать. Потому что завтра мы не придем. Мирона завтра к зубному. Та-дам! Наш фонарик, мы все вместе его делали. В нашем садике будет в понедельник праздник, сегодня только четверг. Мирон, мы для тебя сюрприз тут устроили. Классно? Я сегодня забегала за тортиком и купила булочный хлебушек, он бездрожжевой, очень вкусный. У нас сегодня праздничный обед, вареники, которые мы вчера лепили. И вкуснейшие тосты с авокадо и с хлебом бездрожжевым. Та-дам! Класс, Мирон? Кто хорошо покушал, тот хорошо и тортик. Мирона, больше нету? Нет, это вот один кусочек нам на троих. Чуриан? Да. Ты деду один отдал? Я дедушку-суседу угостила, назвала два. Хорошего понемножку. Он, оказывается, с марципаном. Я не люблю марципан, Витя тоже не любит марципан. Ко мне, мамочка, бериальники, мамочка, кайкой, мельчайпан и конфета. Мирон тоже не стал кушать вот эту начинку с марципаном. Короче, хорошо, что я взяла только два кусочка. Мой инсайт дня, что можно устроить праздник абсолютно в любой день и абсолютно по любому поводу. Сейчас такое внутри действительно ощущение праздника. Мирон нагрузил тележку и решил развести по всем. Комната! Мне хочется прям пройти, сделать кружочек. У нас время без десяти четыре. Витя с Мирончиком меня отпустили. И к Мирончику уже скоро придет друг Миша. Так что они не будут скучать. Вчера Витя поехал в больницу. Ему нужно было сделать рентген. У него вот тут вот очень сильно болит. Уже три недели. И головные боли из-за этого. В общем, что-то там в пазухах накопилось. И доктор отправила его на рентген, чтобы точно узнать, что там, все ли там в порядке. Может быть, там что-то развивается. Мы не знаем. Его, кстати, в такую трубу запихивали. Через пару дней результат пришлют Витиному домашнему врачу. И дальше уже будет понятно, что там вообще происходит. Когда Витя уехал, мы с Мирончиком остались дома. И я смотрела кино про Рэй Чарльза, про его судьбу. Этот фильм был номинован на премию Оскар. И он выиграл эту премию. И действительно, это такой глубокий фильм. Просто глубочайший. Там рассказывалось про детство его. Очень много всяких тонкостей. Что этот музыкант был слепым. И это ему не помешало прийти к мировой популярности. До самого конца он оставался мировой такой звездой. И написал много хитов. И вот действительно, очень классный, глубокий фильм про жизненный путь этого музыканта. И вы знаете, меня так сильно захватил его жизненный путь. Я смотрела просто с таким глубочайшим интересом этот фильм. Казалось, что у него была еще и героиновая зависимость. И обычно такие фильмы заканчиваются не очень позитивно. Что в итоге музыканты просто идут по этому пути. Не могут остановиться. Но вот этот Рэй Чарльз, он преодолел эту зависимость. И 40 лет он прожил абсолютно чистый, без каких-либо наркотиков. В общем, у него очень интересная жизнь. И фильм шел, по-моему, он около трех часов. Но он настолько приковывает внимание, что ты просто не замечаешь, как это время пролетает. И в конце вот этот хэппи-энд, что он преодолел эту зависимость, что он также остался в своем предназначении писать новые мировые хиты, что он всю жизнь занимался любимым делом. В конце я просто разрыдалась, потому что я подумала, господи, какой сильный духом должен быть человек, чтобы это все преодолеть. И даже вот сейчас просто люди посмотрят, и сколько людей он может вдохновить. И меня вот в конце просто как прошибло. Я рыдала крокодильными слезами. И, в общем, я так проплакалась. То, что я и хотела. Еще с понедельника я прям чувствовала, что я хочу посмотреть какое-нибудь кино и просто поплакать. И после того, как я проплакалась, все до последнего выжило из себя, не останавливало этот поток. И вот это были, что называется, слезы очищения. У меня были до этого как будто бы грязные очки, через которые я смотрела на мир. И после того, как я поплакала, мои стекла стали настолько прозрачными. Я новыми глазами увидела этот мир. У меня сразу появился ресурс, у меня сразу появилось желание поиграть с Мирончиком. Мы пошли с ним полепили, порисовали, по книжке позанимались. Я домашними делами какими-то начала заниматься. То есть вообще совершенно другое состояние. Все-таки как важно нам, женщинам, если что-то накапливается, какое-то недовольство, или просто какое-то состояние, может быть какая-то тревожность повышается. Вот очень важно просто поплакать. Я уже давно этим пользуюсь. И вам тоже рекомендую такой экологичный метод, включить какой-то фильм глубокий, и в конце обязательно поплакать над этим фильмом. Потому что если это не выпускать, то вам жизнь подкинет какие-нибудь такие ситуации, что она вас все равно заставит плакать. Так что лучше сделать это вот просто дома, перед фильмом, безопасно. И таким образом поменять свое состояние на более спокойное и счастливое. В осенне-зимний период я люблю вот по такому лесочку гулять. Здесь небольшое такое болотце. Вот сижу, тут птички все еще поют, шум воды, ручья. И все так это успокаивает. Свежий воздух невероятный. Сижу, наполняюсь. Сегодня у меня получился какой-то невероятно счастливый наполненный день. Прохожу мимо нашей любимой греческой пиццерии и не могу пройти мимо. Зайду возьму пиццу. Все, пицца у меня, у нас уже темнеет. Миша с Мирончиком играют, Витя отдыхает. Все идеально. Папа наш болеет, дети играют. А кто хочет кусочек пиццы? Я хочу. Что у тебя там, Мирончик? Это я тебе какао. Это ты сам варишь? Угу. Для тебя и для Миши? Миша с Мироном решили порисовать тоже на плакате. Он у нас распаковывает посылку. Что там, сынок? Не знаю я. Сейчас узнаем. Какая-то штука. Мирон и посылки. На. Что это, Мирон? Что это за штучки? Что это, Любовь? Пояснительную бригаду у меня. Лампочки какие-то. В духовку лампочки? Ну что, пришло время нам попрощаться. У нас уже вечер, все разошлись. И мы тоже собираемся уже ложиться спать. Так что спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши просмотры, за вашу поддержку. Спасибо за то, что пишете мне комментарии. Я все читаю, на все отвечаю. Обязательно увидимся с вами в новом видео. Всего самого хорошего и доброго. Пока-пока.